В Чебоксарах состоялся открытый турнир по кикбоксингу, посвященный Дню Победы. Участие приняли около 70 членов команд спортивных клубов из разных уголков республики. Кикбоксинг в переводе с английского «бой руками и ногами». Спортивная школа Соловьева существует второй год. За это время проведено немало соревнований. В этом году в двух видах кикбоксинг «Лайтконтакт» и бокс «Лайтконтакт» приняли участие порядка 70 детей в возрасте до 14 лет. Те, кто в этом виде спорта не первый год, не упускают возможность проявить себя. Нашелся спорт, такой кикбоксинг. Меня туда записали, мне очень понравилось. Я продолжаю заниматься. Это развивает в нем дисциплину, ответственность, и он растет как мужчина. Состязания приходили очень напряженно. Высокая конкуренция, желание продемонстрировать результаты упорных тренировок, цели струбленных спортсменов стали отличной предпосылкой для зрелищных и красивых боев. И это убедительный аргумент в пользу боевых искусств. Не все родители готовы отдать своего ребенка в этот вид спорта. «Есть такое мнение, что если вот ребенок будет ходить, заниматься единоборствами, то он начнет налево-направо драться. Я думаю, что это не совсем правильно, потому что когда он понимает, что это такое, наоборот, он будет вести себя совсем по-другому. Вы можете, наоборот, привести сюда такого знатного задираку, который там задирает всех в школе, но когда он начинает сюда ходить, он становится совсем другим человеком, успокаивается, и его не узнают люди». Кто-то приходит подтянуть физическую форму, кто-то хочет стать немного смелее, а кто-то с детства настолько энергичен, что ему некуда девать силы. После прихода в зал цели ребят меняются, становятся более амбициозными. «У каждого свой путь, своя дорога. Мы лишь помогаем преодолевать ее и даем необходимые знания для того, чтобы ребенок стал в себе более уверен. Здесь не только спорт, но и общение». Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика.